Наверное, можно. Так, представьтесь сначала. Можно. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Василий Чуров. Я директор по маркетингу компании «Крэдэкэнтис». Здравствуйте, Василия. Я бы хотела вас спросить, для тех людей, у кого не было возможности сегодня посетить ту секцию, которую вы модерировали, какие основные и самые интересные с вашей точки зрения мысли были высказаны на этой секции? Как вы говорите, спасибо за вопрос. Параллельно с нашей секцией пришла к секциям финансового маркетинга и, в общем-то, всему, что связано с диджиталом. В нашем сердце, как раз, было призвано обсудить тренды вне диджиталом. На самом деле, все равно все, что обсуждалось, все обсуждалось, что называется, как бы, коммуникация с диджиталом, в споре. То есть, речь о том, что, да, диджитал тот канал, который сейчас каждый бренд обязанность будет. Вопрос в том, как строить отсутствие этого канала брендового, общую стратегию. То есть, основной ритмотив был, как не опуститься до сейминутной диджитал активности, не забывать о стратегическом видении, о конкурсовой стратегии, о истории, о, собственно, о самом брендинге, и как это совместить в стратегическом виде с диджиталом. Это очень важный вопрос, самый важный, пожалуй, сейчас для рынка. Для рынка маркетинга, для рынка пиар, для рынка ресурсов, это ключевой вопрос. Как усидеть на том, что мы, и не пропустить проекта в диджитале, и при этом не забыть про тот опыт, про ту экспертизу, в которой, если я в 30 лет, просто маркетинг и работаю, это сквозило практически важное выступление. Очень интересный был доклад Ивана Севдонникова, он открыл сердцу. Сердце называлось «Подобие на рынке». Он открыл сердцу рассказом о изменении конкурсовой стратегии какой-то аварной категории, как алкоголь за последние 10 лет. Как туда пришел диджит, в каком месте занял, и почему, с моей точки зрения, особое противоречие между охватными компаниями, какой-то диджит или нет, и какой в его понимании, в его видении, на основе его опыта правильный микс между всеми каналами. Это очень было интересно. Посмотрите, как я написала презентация, большой набор кейсов. Почитайте. И не просто кейс, а еще и самые конкретные рекомендации, на основе хобби, чтобы они советовали, чтобы они там маркетинг, ну и всякие другие вещи. Это было открытием. Дальше было очень интересное выступление на схожую тему руководителя агентства и компетенера ТОТОБИ, и Наталья, которая рассказывала об этих трендах в метеоэксе. Когда такие массовые бренды в метеоэкспрессии, автопроизводители, как они сейчас очень осторожно экспериментируют с уменьшением доли своего размещения в телевизор, принося некоторые бюджеты в диджит. Но ни в коем случае не оставляют мысли АТВ. Вот это вот метание, поиск новых подходов, правильный миксер, куда значит бюджет отдать. Это, собственно, вот и есть основная идея рынка. Она, в данном случае, рассказывала с точки зрения видней мидии в метеоэкспрессе. Тоже она очень интересна в кейсе, связанном с Пежо. В данном случае Пежо монтировали свою главную стратегию на молодежь 20-40 лет. Казалось бы, это та аудитория, которая, может быть, даже дешевле найти в диджитах и может быть даже отказаться от того. Почему все-таки это не произошло? Посмотрите презентацию, это очень интересно. Следующая интересная презентация была Дениса Швейсадовича. Это компания от Креста создаватель. И он тоже говорил как раз о севоминутности диджитола, потому что тренд диджитола не дает нам возможности помнить вашей стратегии. Я назову вопрос напоминать о том, что стратегические виды, маркетинг это всегда все нужно посмотреть. И вот этот вопрос какими словами, такими кейсами, такими подходами их агентство продолжает предвлекать понимание Брэда, для того, чтобы не забывали о разработке инновационной стратегии, о том, чтобы привычный инновационной стратегии. Вот его интересный рассказ именно так-так-так-так, кого я не забыл. Наверное, да? То есть, по сути, мысли на самом деле эффект этой сессии в том, что правильные компании очень сильно увлекаются интернет-инструментами и добывают облоганных стратегии. Забывают они и отвлекаются облоганных ситуацией. Мы ее видим в очень разном отходе. Да, есть ли некоторые представители? В первой серии, которая была до процессов проливы, одна из рек, темно посвящена эта тема, как HR Marketing, то есть действует маркетинг и маркетинг на 100% и в общем-то один из стратегов на них HR Marketing состоит в том, что каждые 15-30 стратегии бренда строятся на 15-30 дней и каждые 15-30 дней стратегии бренда бренда вот это слово конечно же нет вот это сомнение стратегии то что может быть на горизонте 20-30 дней это может быть тактика вот безусловно скажем так механики коммуникации они сильно расширяются от реалтайм бренд какие-то 20-30 дней все гораздо оперативнее просто с часы поэтому реалтайм маркетинг это уже то понятие которое не надо никому объяснять но уже название сомнение это то что бренды всегда очень любили для чего собственно заказывать маркетинг исследований для поиска инсайтов чтобы как-то изменить свой товар свою стратегию что-то изменить и выйти на какой-то уровень вот сейчас возможности инсайтов тоже расширились поэтому как-то если говорить про мою как-то бренд не смог специализироваться на аналитии стадии и там как раз присутствуют возможности по лентайм маркетингу и по поиску тех инсайтов о которых раньше бренд догадывался то есть если мы говорим что есть общий тренд на ренте маркетингу в первую очередь если это не безопрос на сайте если раньше для того чтобы что-то узнать о потребителе от потребителя приходилось задавать ему вопросы в группу с группой то сейчас как бы основной тренде его ресерч ресерч обязательно потому что потом наш маркетинг